В спортивной детской юношеской школе Железногорска начался капитальный ремонт. Как преобразится здание и какие удобства появятся для маломобильных посетителей. Такой предмет был раньше, начальной военной подготовки. В школах сейчас этот предмет заменен на другой, чтобы восполнить этот пробел и усилить работу в данном направлении. Было и организовано военно-патриотическое движение Всероссийской юнормии. В Канске состоялось торжественное посвящение школьников в ряды патриотического движения юнормия. На малых скоростях, на асфальтированной площадке, между искусственными препятствиями. Мы начинаем с самых азов, даже просто с посадки многие сидят неправильно. Рев моторов и завораживающие пирюэты. Зеленогорские байкеры провели занятия по фигурному вождению мотоцикла. Сейчас уровень составляет 6 метров 11 сантиметров. Красноярские специалисты выполняют опытно-фильтрационную работу. Несколько раз в сутки проверяют уровень воды, пробуренных в 90-е годы скважинах, оценивают их общее состояние. Пять скважин глубиной по 200 метров расположены в радиусе полукилометра. Нам была поставлена задача проверить, здесь находятся пять скважин, водозаборные скважины. На наличие того заеления, чтобы подготовить их для водоснабжения. Вода есть, и хорошая вода, и дебет хороший, водоприток хороший. Полученные данные геологи сразу же отправляют в краевой центр, где уже в лабораторных условиях определяют состав воды, наличие вне примесей и вредных веществ. По словам красноярских специалистов, на обследование всех скважин в Кузьминовом лагу уйдет около месяца. Еще четыре – на детальное исследование качества воды. Тогда и станет понятно, можно ли использовать ее как питьевую. Мы говорим, вода хорошая. Есть анализы, подтвержденные официально Роспотребнадзором, например. Тогда у нас есть право дальше идти в министерство. При положительном заключении в Кузьминовом лагу будут строить новые водозаборные сооружения. Отказ от открытых водозаборов, Уральского водохранилища и реки Рыбная позволит получить качественную питьевую воду. Снижение расстояния ее перекачки уменьшит затраты. Но это уже второй этап решения проблемы, к которому власти смогут приступить к концу года. В ДЮ США юность идет подготовка к новому сезону. В спортивной школе обновляют тренировочную базу. В бассейне сейчас меняют защитные экраны вентиляции. Металл буквально съела коррозия. Из-за постоянной влажности ремонт металлических элементов здесь проводят каждые пять лет. И это только часть работы. С собственными силами мы сейчас все, что выходит из строя, проводим ревизию, мелкие ремонты. Вот сейчас мы видели, как раз меняют защиту приточной вентиляции. На той стене у нас, конечно же, тоже профлист будет частично меняться. Мы часть средств пустим на приобретение теплообменника. Это также мы следуем и плану энергоэффективности. За счет установки теплообменника у нас, я думаю, существенно снизится потребление горячей воды. В рамках программы «Доступная среда» у юности обновилась входная группа. Для маломобильных посетителей сделали пандус для подъема. На крыльце установили поручни и уложили тактильную плитку для слабовидящих спортсменов. Для детских колясок и санок поставили укрытие от дождя и снега на крыльце. Дью США посещают 35 ребятишек с ограниченным здоровьем. Сейчас буквально на днях наши подрядчики будут менять входную группу. Будут разделены входы для граждан. И отдельно вход будет для колясочников маломобильных групп населения. В самом здании, как подспорье, установленные в нескольких местах, в том числе на пути исследования к бассейну, на пути исследования в медицинский пункт, будут установлены перила. Это буквально месяц у нас все будет уже готово. К открытию сезона юность также обновит лицо здания, сменит имиджевый баннер на фасаде и обновит информационный куб. Кроме того, в этом году школа получила по разным программам около 1 миллиона 200 тысяч краевые субсидии. На них к новому сезону купят тренировочный инвентарь и экипировку для спортсменов, членов сборной края и города. Каждый человек хочет, чтобы его окружали родные и близкие люди. Но, к сожалению, одиночество, помимо воли людей, иногда стучится в их двери. Особенно остро эта проблема встает перед пожилыми гражданами и инвалидами, когда человек особо уязвим, и даже простая работа по добу становится для него проблемой. Чтобы помочь таким людям в Красноярском крае на протяжении шести лет существует институт приемной семьи. Это особая форма жизнеустройства и социальной поддержки для граждан пенсионного возраста и инвалидов. Опыт организации таких семей в Енисейске уже имеется. В приемную семью будут направляться одинокие, одинокопроживающие граждане, женщины, достигшие 55-летнего возраста, мужчины, достигшие 60-летнего возраста, а также инвалиды первой и второй группы, не имеющие на территории Красноярского края близких родственников, либо родственники, которые не имеют возможности осуществлять за ними уход. Семья, принимающая в свой дом одинокого пожилого человека, будет получать денежное возограждение. На сегодняшний день данная сумма составляет 9420 рублей ежемесячно, которые ежегодно индексируются. Желающие организовать приемную семью могут получить дополнительную информацию в Управлении социальной защиты населения города Енисейска или по телефону 2-7108. В Канске состоялось торжественное посвящение школьников в ряды патриотического движения «Юнармия». Оно было создано всего два года назад по инициативе Министерства обороны и уже является самой крупной организацией в стране. Сегодня в нее вступили 38 ребят, которые имеют успехи в учебе, спорте и общественной деятельности. Такой предмет был раньше, начальная военная подготовка. В школах сейчас этот предмет заменен на другой, и чтобы восполнить этот пробел и усилить работу в данном направлении, была и организована военно-патриотическое движение Всероссийской юной армии. Главной целью является воспитание патриотизма, повышение престижа службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Школьники дали клятву быть патриотами Родины, чтить память героев войны и вести здоровый образ жизни. После чего им вручили значки и береты. Теперь ребята – настоящие юнормейцы. Я решила маленько разнообразить свою, так сказать, девчачью жизнь. И все мальчики говорят, что девочки не должны как бы воевать, должны красить ногти, не знаю, там, красить волосы. Но я решила маленько разнообразить свой мир, и выбор был такой. Впереди у юнормейцев множество мероприятий. Одно из них состоится уже на следующей неделе. Это встреча с ветеранами Афганистана. То есть мы держим «Окей» и регулируем. На сцеплении обязательно что-нибудь у нас должно быть. Замечательно, замечательно. Так, ну что, первый этап пройден. Поздравляю вас. Мото Джимхана – новое слово. Новое для города событие – новые люди. Зеленогорские поклонники мотоциклов и приезжие. Запланировано несколько обучающих тренировок. Сегодня первое. Так участники Зеленогорского мото-клуба «Барбис» отметили день рождения. 15 лет назад, в день молодежи, парни выехали первый раз на мотоциклах. В общественность, можно сказать, города. И вот с тех пор мы отмечаем каждый год. Решили в день рождения сделать подарок мотоциклистам города. Написали проект в ресурсном центре, защитили, получили деньги и вот так. На реализацию проекта зеленогорские мотоциклисты получили средства из местного бюджета. Городские субсидии – одна из форм поддержки общественных организаций. Сами байкеры на картодроме в качестве участников тренировки. Они внимательные слушатели, несмотря на то, что многие водят мотоцикл с самого детства. Есть определенные приемы, может быть, которых я не знаю. Тоже интересно, посмотрю. Может что-то пригодится в жизни. Как вид мотоспорта, мото-джинхана возникла в Японии в 70-е годы. Соревнования быстро обрели популярность в разных странах, среди владельцев совершенно разных мотоциклов. Используя первую или вторую передачи, чтобы не упасть, гонщики преодолевают повороты. Маневрирование на малых скоростях, на асфальтированной площадке, между искусственных препятствием. Мы начинаем с самых азов. Даже просто с посадки многие сидят неправильно. Многие держат руль неправильно. То есть, если ты держишь руль уже неправильно, то ты уже не можешь нормально ездить. Ты будешь неправильно просто ездить. И все эти навыки, они особенно часто применяются везде по городу. Это и неожиданные препятствия в виде ям, это выбежавший на дорогу человек, это собака, перебегающая дорогу перед тобой. Все эти навыки позволяют избегать таких ситуаций и действовать в них правильно. Тем самым спасти свою жизнь, жизнь окружающих, ну или как минимум сократить этот вред, который можно нанести до минимума. Предполагается, что состоится еще несколько тренировок по мото-джимхане. Как и сейчас, организаторы пригласят поучаствовать всех желающих водителей мотоциклов. Завершатся обучающие встречи большими соревнованиями. В 2018 году социокультурный комплекс стал резиденцией современного искусства. В рамках этой концепции его сотрудники стараются найти и помочь развиваться творческим людям. Сегодня здесь проходит знакомство с творчеством молодого талантливого художника, нашего земляка Андрея Жаворонкова. На этой выставке у меня около 10 новых работ появилось. Это что, пейзажи? Пейзажи, натюрморты и портреты. Ну, хотелось бы, чтобы люди как бы всмотрелись, узнали наши места, чтобы это было и приятно, и воспоминания были об этих местах и что-то такое светлое. Андрей занимается живописью с раннего возраста. К настоящему времени он достиг высокого уровня мастерства. В живописи и, наконец-то, начал заниматься выставочной деятельностью и дарить красоту своих полотен людям. Я еще не все досмотрела до конца, но то, что я увидела, я не могла отойти, потому что мне стало просто невыносимо, как радостно, что есть такие люди, и такое они приносят людям добро, счастье. Просто душа разрывается. Очень мне понравилось. Те, которые я посмотрела, я на фоне даже некоторых сфотографировалась. Творчество уже приносит Андрею признание. Он занял первое место со своими работами на краевом конкурсе «Мастера Красноярья». Сегодняшний вечер проходит в формате диалога с художником.